Спорт – достойная альтернатива. Среди увлекающихся спортом почти не встречаются молодые люди, страдающие наркозависимостью, курящие и употребляющие алкоголь. О роли физической культуры и массового спорта в системе профилактики социальных проблем в молодежной среде говорили на заседании антинаркотической комиссии в Щелковском районе. По итогам 2017 года в районе систематически занимались физкультурой и спортом свыше 31 тысячи детей и подростков в возрасте от 3 до 18 лет. Это составляет 91,6% от численности жителей в данной возрастной категории. А в возрасте до 29 лет – 52 900 жителей. Большую популярность спортивного движения могли бы придать волонтеры, чья деятельность так и иначе связана с пресечением распространения наркомании. В районе насчитывается 12 таких организаций. Первым 10-ти общественникам вручили личную книжку волонтерам. Проводится конкурс «Волонтер года». Каждый год администрация района выделяет семьям, испытывающим трудности воспитания ребёнка, путёвки в загородные лагеря и лагеря с дневным пребыванием. Выделено 50 бесплатных путёвок в загородные летние оздоровительные лагеря. Дети, состоящие на учёте в полиции и комиссии по делам несовершеннолетних, а это 232 человека, привлекаются для участия в турслётах и походах, проводимых на базе образовательных учреждений. На заседании подчеркнули необходимость проведения в летний каникулярный период в детских лагерях максимума здравительных мероприятий. В двух муниципальных лагерях «Лесная сказка» и «Юнормеец» такие занятия включены в обязательную программу. Самое главное, чтобы детей наших задействовать в культурно-массовых мероприятиях, в спортивно-массовых мероприятиях, тогда это будет толпным. По предложению Евгения Петеремова, в решении антитеррористической комиссии включён пункт об организации в ближайшее время обучающих занятий для молодых волонтёров. Работа антинаркотической комиссии в Щёлковском муниципальном районе строится в строгом соответствии со стратегией антинаркотической политики в Российской Федерации до 2020 года. И эта работа и включённые в неё мероприятия будут и ведутся уже в строгом соответствии с работой учреждений по культуре, образованию и работе с молодёжью. И, конечно же, при участии волонтёров. Михаил Налётов, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щёлково». Продолжение следует... Продолжение следует...